Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать нечто совершенно новое для моего канала и познакомить вас с фирмой Laser Model Graver. Это украинская фирма, которая производит всевозможные оборудования, облегчающая жизнь моделисту. Такое, как стапели, кондукторы, органайзеры, мобильные рабочие места и прочие полезные вещи. Производятся эти приспособления для самого разного направления в моделизме. Так, например, в ассортименте присутствуют стапели для авиации, БТТ и судомоделизма. Кроме того, имеются кондукторы, как, например, для сборки траков, а также приспособления для очерчивания ватерлинии. Да и много других интересных и полезных вещей, с которыми пилить модели становится легче. Компания Laser Model Graver постоянно развивается, расширяет ассортимент выпускаемых изделий, а также совершенствует уже имеющиеся образцы. Все необходимые ссылки я оставлю в описании под видео, так что переходите, изучайте ассортимент и выбирайте для себя подходящее оборудование. Ну а теперь давайте перейдем к обзору набора, который находится у меня в руках. Это стапель для моделей авиации и к нему два дополнительных модуля. Этот стапель подходит для моделей от 32 до 144 масштаба. Ну и здесь же модули, о которых я говорил выше. Это вот такая вот специфическая V-образная конструкция, а второй предназначен для сборки бипланов. Давайте для начала на примере одного из модулей расскажу об упаковке продукции. Каждый модуль по сути является такой некой сборной моделью, где все детали вырезаны лазером вот в такой вот дощечке. Далее вся эта дощечка запаяна в достаточно толстую пленку. Внутри вложен набор винтов и гаек, а также инструкция и общий вид конструкции. На обороте в качестве обложки добавлен картон, на котором вырезано название компании, название модуля, ну а также сайт, где вы можете приобрести эту продукцию. Ну и конечно же сделано в Украине. Ну что ж, давайте переходить к распаковке и к обзору самих наборов. Начнем с самого главного, с основного стапеля. Итак, как я и сказал, внутри находятся собственно детали изделия, которые выпилены в древесине, выпилены очень качественно и легко отделяются. Но тем не менее, так сказать, некоторые питатели присутствуют. Возможно понадобится их подрезать. Ну и после отделения, я думаю, не лишним будет зачистить. Детали все пронумерованы, так что можно не бояться их отделять, не потеряются. Да и все-таки не так уж их и много. Также внутри инструкция и она же обложка. Вот так вот это выглядит. Раскладка деталей и далее схема сборки. Рекомендуется на стыках использовать клей, но при сборке я еще прокомментирую, насколько плотно садятся детали. Кстати говоря, вся текстовая информация дана на английском языке, так что продукция Laser Model Graver будет себя прекрасно ощущать на зарубежном рынке. Но в целом без украинского и русского языка здесь также все понятно. Далее в отдельном пакетике находятся болты и гайки, как я и говорил. И также вот такой вот небольшой сувенир от фирмы. И последнее не сказал. Еще что находилось в упаковке, это вот такие вот мягкие прокладки на самоклейки. Я так полагаю, что они наклеиваются на те места, на которые в дальнейшем будет укладываться модель, чтобы не повредить или не поцарапать ее. Ну и наконец обратил еще внимание на такую вот интересную компоновку. То есть в месте, где находятся болты и гайки, выпилено такое вот отверстие. Тоже достаточно оригинально и интересно смотрится. Ну пожалуй, хватит слов и давайте переходить к сборке стапеля. Стапель этот представляет собой такую вот цельную основу крестообразную. Ну и по углам расположены мелкие детали. Некоторые, как видите, уже сами выпадают. Но для других понадобится приложить усилие. Я думаю, чтобы ничего не сломать, я воспользуюсь ножом. Ну а для очистки всевозможных заусенцев буду использовать вот такую вот твердую маникюрную пилку. При должной осторожности практически все детали можно вынуть не подрезая, просто аккуратно расшатывать. Но если же все-таки понадобится воспользоваться ножом, то лучше это сделать с обратной стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, сборка движется. Все детали зачищены и начинаю собирать основание. Насчет надежности крепления могу сказать, что пока ни о каком клее не может идти и речи. Вот эту вот планку приходилось буквально вколачивать. Я сначала слегка сточил зубцы, а потом аккуратными постукиваниями забил планку на свое место. Сейчас установлю здесь еще одну, потом две поперечные и зафиксирую по краям вот такими вот деталями номер 4. Но если деталь все же идет слишком туго, то я думаю, стоит продолжить стачивать зубцы, или же вот с помощью надфиля немножко расточить отверстие. Я так думаю, что лучше воспользоваться клеем, чем переусердствовать с забиванием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, интересный момент. Четвертая деталь немножко несимметричная. Посмотрите, слева здесь ступенька чуть меньше, чем справа. Так что обращайте на это внимание при установке. Итак, друзья, продолжаем. Основание собрано. Получилось оно достаточно добротным, устойчивым, не шатается. И все вот эти вот перекладины, как я и сказал, очень плотно и надежно входят в свои отверстия. Не понадобилось ни капли клея. Вот так вот это выглядит с обратной стороны. Ничего не шатается. Все прекрасно закрепилось. Ну и теперь самое интересное. Из вот этого вот конструктора нужно собрать подвижные части. Кстати, по-моему, еще не упоминал. Как видите, горизонтальные и вертикальные поверхности здесь разлинеены. Так что можно будет выставлять размер достаточно точно. Итак, продолжаем сборку. Сейчас нам понадобится вот такая вот коротенькая линеечка, деталь номер 5, а также детали номер 6 и 7. Деталь номер 7 вставляем со стороны линейки. Вот таким вот образом под углом и проталкиваем до щелчка. С обратной стороны вставляем деталь номер 6. В итоге должна получиться вот такая вот конструкция. Она немножко шаткая, поэтому, возможно, здесь понадобится клей. Но я пока соберу без него. Далее деталь номер 9 устанавливаем снизу. Круглое отверстие смотрит в сторону линейки. Проталкиваем деталь до упора. Вот таким вот образом. Теперь у нас получилась, скажем так, пирамида на такой вот площадке. Кстати, тут нужно обращать внимание, как именно эта площадка будет установлена на стапель. То есть тут находится вот такой вот уголок, который указывает на линейку. Так что если мы ставим деталь вот таким вот образом, значит все в порядке. Указатель двигается по линейке. Но если наоборот, то уже деталь нужно будет перевернуть. Насколько я понял, как устанавливать деталь, зависит от вашей ситуации или размера модели. На фото вот как раз показаны два таких варианта. Отверстие с краю стапеля и отверстие внутри. Я буду собирать отверстием наружу, поэтому устанавливаю вот таким вот образом. Далее нам понадобятся две вот такие вот детали. И здесь эту так называемую гайку нужно будет продеть сквозь отверстие. Отверстие достаточно тугое, поэтому скорее всего его придется расточить с помощью круглого надфиля. Еще неплохо справляется шкурка, скрученная в трубочку. Периодически примеряйте гайку, чтобы не переусердствовать с расширением отверстия. Вот таким вот образом у нас должна получиться эта конструкция. Теперь эту деталь прикладываем с обратной стороны стапеля. Ну а с лицевой стороны то, что мы собрали на предыдущем этапе. Вставляем верхнюю часть сквозь отверстие. И вот таким вот образом защелкиваем. Теперь проталкиваем гайку чуть глубже. И с обратной стороны закручиваем барашком. Собственно барашек сами продавит гайку до конца. Так что крутим, пока она не займет свое место. Вот таким вот образом установили подвижную деталь. Элемент свободно движется по стапелю. И так же легко можно его зафиксировать. Еще один момент мне сказал. Здесь вот вверху в шестигранное отверстие нужно вставить вот такую вот гаечку. Протолкнуть ее сюда. Ну и с обратной стороны так же закрутить барашком. Таких конструкций нужно сделать 4 штуки. Сейчас соберем оставшиеся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, вот что у меня получилось. 4 одинаковых подвижных элемента на своих местах. Все прекрасно двигается, фиксируется. Ну и как видите, минимальное расстояние здесь совсем небольшое. То есть можно разместить очень маленькую модель. Ну и теперь давайте соберем опоры, на которые модель будет укладываться. Опоры здесь даны трех разных видов. С квадратной выемкой две одинаковые, я так понимаю, подкрылья. И следующие две с такими округлыми выемками. Судя по фотографии, одиннадцатая это хвост, а десятая нос. Но эти детали легко переставляются, поэтому если вам нужно расположить самолет иначе, то, конечно, можно их поменять местами. Ну вот на фото это выглядит следующим образом. Опоры устанавливаются на подвижный элемент стапеля. И точно так же затягиваются барашком. Под опорой видно линейку, так что можно выставить высоту достаточно точно. Итак, все опоры установлены, и пришло время показать последнюю деталь. Для носовой и хвостовой стойки есть небольшое дополнение. В наборе присутствуют две вот такие вот более длинные линейки. Собираются они следующим образом. В шестигранное отверстие точно так же вставляется гайка. Проще всего сразу вкрутить барашек и с его помощью втянуть гайку на место. И последняя деталь номер тринадцать вставляется вот в это отверстие. Теперь уже сюда устанавливается опора под нос и хвост. И точно так же фиксируется барашка. Получаются две вот такие вот удлиненные стойки. Сейчас установим их на стапель. Теперь конструкция имеет вот такой вот вид. Носовая и хвостовая часть стали гораздо выше. Это нужно для того, чтобы закреплять модель самолета боком. Увеличенное пространство необходимо, чтобы здесь поместилось крыло. Максимальная высота здесь получается около восемнадцати сантиметров. Еще хочу обратить ваше внимание на инструкцию. Здесь на этапе номер шесть предлагается установить удлинение на опору для крыльев. Такой момент может ввести в заблуждение. И эта неточность будет исправлена в следующих изданиях. На этом сборка стапеля для модели авиации завершена. И давайте посмотрим еще раз со всех сторон, как выглядит это приспособление. Конструкция получилась достаточно крупной. Как видите, едва помещается в кадре. Так что я думаю, здесь с успехом можно будет разместить достаточно крупные экземпляры. Ну и напоследок давайте протестируем стапель с одной из моих моделей. Итак, друзья, вот так вот выглядит модель самолета на стапеле. Это Як-40 в 72 масштабе. Модель прекрасно вложится на все опоры. И также ее можно надежно зафиксировать с помощью резинок, закрепив их на вот эти вот зубцы. Из последних доработок стапеля я добавил сюда вот такую вот мягкую прокладку. Напомню, что она шла в комплекте. Так что если вы закрепляете уже покрашенную модель, можете не беспокоиться, что она поцарапается. Хочу еще добавить, что вот эти вот основания обязательно нужно будет проклеить. Сами по себе они выглядят нормально, но как только начинаешь устанавливать и закреплять модель, то все это дело расшатывается. Так что клей здесь обязателен. Кстати, вот еще то, что я говорил насчет замены опор. Здесь я модель развернул носом к более длинной части. То есть я так предполагаю, что длинная часть это хвостовая часть, но в моем случае нос довольно длинный, поэтому я развернул, так сказать, носом назад. Ну а хвост уже закрепил на короткой части стапеля. Ну и конечно же показываю, как работают удлиненные стойки. Закрепил модель боком. Вот так вот это смотрится. Размах крыльев у этой модели 35 сантиметров, но стойки достаточно высокие и она здесь свободно помещается. Собственно, стапель этот я вижу довольно многофункциональным инструментом. Здесь можно как собирать и красить модель, так и транспортировать ее. Например, таким вот образом зафиксировать резинками и уложить в коробку. Кстати говоря, лазер Model Graver производит также разнообразные упаковки для моделей. Ну что ж, тест этого стапеля я считаю успешным. И когда буду собирать свои модели авиации, то обязательно им воспользуюсь. Так что вы его еще не раз увидите на моем канале. Я, если честно, впервые в руках держу подобное приспособление, но вот уже ощущаю, что оно мне очень здорово облегчит жизнь в сборке и покраске таких моделей. Действительно очень полезная, незаменимая вещица. Подводя итог обзора, хочу сказать, что лазер Model Graver производит действительно очень качественное и добротное оборудование для моделистов. И этот стапель тому подтверждение. Все детали качественно вырезаны и при сборке также не возникает каких-либо проблем. Все очень четко и добротно. С точностью измерений здесь также все отлично. Линейки расчерчены по миллиметрам и каждая начинается с отметки в 3 сантиметра. Это значит, что от этой отметки до центра стапеля ровно 3 сантиметра. Ну а минимальное расстояние, на которое сойдутся опоры, около 6 сантиметров. Кстати, крайние значения на стапеле это 12 сантиметров для крыльев, 10 для короткой части и 17 для длинной. Ну что ж, друзья, на этом обзор стапеля для модели авиации от фирмы Laser Model Graver я завершаю. И напоминаю, что все необходимые ссылки вы сможете найти в описании под видео. Не забывайте ставить лайк этому ролику, если видео было вам интересным. И подпишитесь обязательно на канал, если еще не подписаны. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Я благодарю вас за внимание. Всем пока и до новых встреч. Два дополнительных модуля, о которых я говорил в начале обзора, мы рассмотрим в следующем видео. Поскольку я не хочу сильно затягивать этот ролик.